Девушки отдыхают В слушании дело открыто Ваша честь Я Карпов Ольга Сергеевна Я подаю иск Против своего бывшего мужа Мы развелись месяц назад Вот свидетельство расторжения Я все документы готова передать вам Так Но хоть развелись Но к сожалению все равно пришлось идти в суд Потому что имущество мы поделись Мирно никак Жадность потому что у тебя неумеренная Не можем Объясняю почему Потому что я считаю что он претендует на имущество Которое принадлежит мне Дело в том что мы раньше Работали в одной организации И наши ваучеры Вложили туда И мой, его, дочери Ваучеры это приватизационные чеки Мы решили их вложить И родителей и моих и его Но позже Это уже 20 лет назад Да, да Но это и было-то давно Живем тоже, слава богу, с ним И удачно вложили? Вложили, как выяснилось удачно Почему? Потому что мы потом приобрели акции Акции приобрели И после этого Предоставилась возможность Эти акции выгодно продать Потому что за них давали неплохие деньги Я свои акции продала Этот тоже супруг бывший Смекнул, подсуетился И мои родители тоже продали А вот его родители Они что-то все выжидали Выгадывали Ты родителей не трогай Ты по делу говори Ваша честь Ну, видимо, есть в кого Жмоток и Хабор оказался Потому что его родители Хотели эти акции продать повыгоднее А в результате Они вообще все профукали Акции обесценились А вот на то, что получили мы Мы приобрели автомобиль КамАЗ Вот из-за этого Я с ним и служу здесь сегодня И получается как? Я считаю, что он сейчас хочет Вы приобрели имущество для того, чтобы Работать на нем Извлекать прибыль Да, нашу семью Нашу семью Тогда-то семья еще была у нас И я считаю, что Почему он сейчас у меня хочет его забрать Я совершенно не понимаю Поэтому, ну пусть ему в суде объясняют Дело в том, что Скажите, вы получили ваучеры Да Ваучеры потом обменяли на акции Совершенно верно Предприятия Акции были проданы Да Куплен КамАЗ Куплен КамАЗ Акции кому принадлежали? Акции были мои То, что мы приобрели на нашу дочь Акции его и моих родителей Не его Которые там Все, все как оказалось Вы документально можете доказать, что Вы приобрели КамАЗ Именно на акции В том числе Ваших родителей И вашей дочери И ваши Да, могу Докажите Дело в том, что У меня Фактически Четыре пятых Это мои Из этих Потому что Одна пятая Это моя После смерти моих родителей Я стала наследницей Еще двух пятых То есть уже три И одна пятая Дочери То есть фактически У него остается Одна пятая Передайте мне документы Да, пожалуйста Вот И свидетельство Так, здесь же Акт оценки КамАЗа Я передаю И свидетельство Ну и что вы сейчас делите? Вы делите КамАЗ как раз? Мы делим КамАЗ Да, потому что Я не понимаю Почему вообще Я должна с ним делиться Когда одна пятая Это не половина Это вам вижу понятно Что это не половина Это одна пятая Дело в том, что Ваша честь Одна пятая моя Две пятых Я унаследовала От своих родителей КамАЗ Цена КамАЗа Рыночная стоимость Я вам передала Акт оценки Вы скажите Сколько стоит 500 тысяч Его нам оценили 500 тысяч рублей Да, 500 тысяч рублей Соответственно У него Одна пятая Это 100 тысяч Я не совсем понимаю Почему он хочет Получить этот КамАЗ И претендует на него А другое имущество Есть? Есть Ну мы В принципе Дом это мой Я вам передала Акт собственности Это подарок моего отца Это мое Брачное имущество А мы дома не делим То есть он пришел уже В готовый дом На все готовое А так больше Вы знаете То есть имущество Только один КамАЗ Да, но больше особо Ничего не приобреталось Вы считаете что Вам нужно 4 пятых КамАЗа А ответчику Одну пятую Ну мне полагается 4 пятых Ведь он от своих родителей Ничего не получил Пусть им спасибо скажут Другими словами Вы готовы Заплатить ему Ну если суд так решит 100 тысяч рублей Если суд так решит Да КамАЗ продается И он получает 100 тысяч рублей А вы хотите Продать КамАЗ Либо Ну пожалуйста Либо он мне предлагал Что он найдет Его рабочие Так сказать Это его деньги Это его доход Это его заработок Он может Я не против Если он на нем работает Но выплачивает мне В месяц Не менее 20 тысяч Пока не выплатит Мою долю Опять же 4 пятых 400 тысяч рублей Я настаиваю Я в собственный суд Пришла Потому что он Он не согласен Не треснет с этим Он не согласен Что я 4 пятых хочу А я не просто хочу Это моя доля 4 пятых Вот поэтому я думаю Что нас здесь Может быть рассудят Ему объяснят Я понял вас Чем 1 пятая Отличается от 4 Представьтесь Достаточно Представьтесь Я Карпов Леонид Иванович Ваша честь Мне очень жаль Что вы здесь Вынуждены слушать Эту чушь Которую несет Моя бывшая супруга Действительно Имущество Имущество состоит Не из одного КамАЗа Имущество состоит Из всей домашней обстановки Имущество состоит Из веранды Которую я Своими вот этими руками Пристроил к дому Вот Вот здесь все описано Что приобреталось Что приобреталось Дом-то не твой Да замолчи ты Да я скажу Приобреталось все Фактически все на мои деньги Она уже забыла Когда последний раз работала 10 лет она точно не работает Да и когда работала А что там Что там перечислено Это считает он теперь Щелочек у него включился Мебель Здесь кухонные гарнитуры Здесь средства Ну и забирай себе ту мебель Стройматериалы на оплату Веранды Вот все У меня чеки все есть Что еще Веранду можешь себе отпилить Веранду Тут список Общая сумма здесь Этого имущества Совместно нажитого 537 700 Насчитал То есть я тебе еще должна Да насчитал Это больше чем стоит КамАЗ Ваша честь Я прошу прощения Да замолчи ты Это просто наглость Я считаю Ваша честь Что правильно будет Разделить пополам КамАЗ оставить мне Поскольку она даже не знает Где там руль Она там хоть Подходила туда К этому КамАЗу Я это и узнавать не собираюсь А я не собиралась узнавать Где его руль Она его только продать хочет И не думает Своими куриными мозгами Что я бы мог ей Поскольку убогая Давайте там Не какие-то деньги Она же не работает нигде Что есть-то будет Что сам ты свои мозги включил Придурок Перед дорогим телеком Ты с бутербродом Привыклась сидеть А что ты будешь есть Если я тебе не дам Ваша честь Он мне за старую мебель Как за ногу насчитал Пусть ее и забирают Она несет полный бред Нужно разделить пополам Конечно Как вы решите Так будет правильно Но нужно делить пополам Она несет полный бред Его в суд пришлось тащить У нас дочь взрослая Пожили Дочери Не тебе Никому ничем не отказывал Каждое лето Леонид Иванович Передайте мне Пожалуйста Ваш список Передайте И еще хочу сказать КамАЗ КамАЗ Это мой КамАЗ КамАЗ Паспорт транспортного средства Он на меня записан Засунь себе этот паспорт Там она не чистится Ваша жена говорит о том Что куплен этот КамАЗ Был на деньги Фактически Ее и ее семьи Да она сериалов насмотрелась Ерунду какую-то несет Было дело так Кстати телевизор не отдам Ваучеры Когда продали Акции были у нас Вложили она Я ее родители Вот кстати Те с тещей Слова плохого не скажу Еще бы ты посмел Промагать папу и маму Которые у тебя приняли Положили нам это в общий котел В семейный котел Который делится пополам Да твой котел Другими словами Вы считаете Что это имущество А именно КамАЗ Было приобретено На общие совместные деньги Да Как и все остальное То что я вам дал Понятно Но остальное Ничего не делится Ведь вы же Не пытаетесь разделить остальное Да я это все оставляю Оставляете А какие ваши требования тогда Я считаю КамАЗ у меня А имущество у нее Там кстати техника-то новая Телевизор вон за тысячу долларов Купили в том году Ты вот мебель хорошая Говоришь мебель Вот ты забирай И там своей этой бабе Будешь телить молодой А каким образом Этот КамАЗ эксплуатировался Вы Да я на нем работал А сами Да Не нанимали людей Вы работали сами Чтобы у нее Ваша честь Такая задница толстая была Я ее кормил Да ты хотел Я нужно кормить Она уже забыла А она Я даже приезжаю Ты бы еще не работал Давай подожди ты Замолчи Я с утра ухожу Вечером прихожу Я есть хочу Я же мужик Да Сидит бутербродик Там с сервелатиком Сериальчик смотрит Да ты иногда Только ночевать Ты приходил Домой приходил Скажите пожалуйста Да Ваша честь Ну перестаньте ссориться Ваша честь Я читаю это просто Крахобор И наглость Вам этот крахобор Выплачивает алименты Какие алименты На дочь Дочь уже взрослая Дочь уже взрослая Она и поэтому То есть алиментных Обязательств уже нет Никак нет 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 никаких Послушайте А вы Работаете до сих пор На этом КамАЗе Конечно Конечно Понятно Послушайте Теперь вам вопрос Да Значит если этот КамАЗ Отобрать у вашего Бывшего мужа Он же тогда останется Без средств К существованию Ну как же так А почему меня должно Волновать то Он бывший У него теперь это Подождите Бывший не бывший А имущество то Это общее Это долевая собственность Фактически Четыре пятых Против Значит это вы так считаете Ваша честь Я бы хотела Что вы скажете По поводу заявления О том что вот это имущество Стоит пятьсот Тридцать семь тысяч рублей Ну это он так насчитал За старый А вы сколько насчитаете Я сколько насчитаю Это все старая поношенная Мебель уже использованная Но КамАЗ тоже старый поношенный КамАЗ это средство производства Насколько я понимаю А он мне хочет старую мебель Впаять вместо КамАЗа Нет пусть он на нем работает КамАЗа старая Но мне выплачивает до тех пор Пока я не получу Четыреста тысяч Четыреста Все это мной куплено Я должен сейчас Принять решение Я вас прошу поделить Которое будет Объективным Законным Которое устроит Должно вас Понимаете или нет А вы должны сейчас Мне доказать Что Вот конкретно Вы должны доказать Что вот это имущество Которое он оставляет вам А именно там Я не знаю Мебель Люстра Вон мягкий уголок Стройматериалы На 537 тысяч Имущества вам оставлено Вы им пользуетесь Этим имуществом Ну раз живу в доме Конечно пользуюсь Вы пользуетесь Замечательно Ваш бывший муж Пользуется этим имуществом Пользуется Каким образом Он живет в этом доме Да мы только развелись недавно А жил пользуется Сейчас живет или нет Ну, сейчас-то уже нет. Не живет. Значит, вы пользуетесь имуществом более чем на 500 тысяч рублей. А он пользуется имуществом КАМАЗом тоже на 500 тысяч рублей. Может быть, мировое? Если было мировое, его не пришлось туда тащить. Я не согласна. Имущество старое, он оценил его. Я еще и добью переоценки. Я понял вас. Теперь скажите, пожалуйста, если КАМАЗ останется вам, вы готовы будете выплачивать часть денег за этот КАМАЗ вашей бывшей жене? Ну, часть денег как? Если я доставляю имущество, а КАМАЗ мне... Я же... То имущество, которое у него остается, оно дороже КАМАЗа стоит. Я спрашиваю вас. Вы готовы будете выплачивать ту сумму, которую решит суд? Ну, если эта сумма будет мне подъемной, у меня же семья молодая. Семья твоя. Достанешь ты потом один, он тебя бронет. Суд удаляется для принятия решения. И будешь уковать со своей мебели. Оглашается решение суда. Суд произвел арифметические расчеты на основании тех документов, которые вы представили. Это акт об оценке КАМАЗа. Список и оценка вещей, которые ваш муж бывший оставил вам. И считает, что в данном случае следует принять такое решение. Имущество. Все остается... Имущество бытовое имеется в виду. Все остается вам. На сумму 537 тысяч рублей. КАМАЗ передается вам. Вы в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу обязаны будете выплатить 100 тысяч рублей стоимости части КАМАЗа своей бывшей жене. Решение суда. В иске отказать. Продолжение следует...